всем привет друзья шайбочку попробовали заказать что-то там они ищут ее непонятно отправят найдут но есть места где есть на какие-то цены от 146 там до 800 что-то там какие-то вообще неадекватные цифры за шайбу в общем заехал я к одному очень из всемирно известному токарю сейчас взял шрус забыл взял шрус для образца же там пасочка диаметр все четко чтобы он сделал болванка есть у него с латуни правда но я думаю при том количестве смазки что находится в поворотном кулаке проблемы не будет но в крайнем случае потом закажем еще придет будет запасная токарь сегодня на редкость оперативен я только позвонил прошло минут десять пока я там собрался доехал он уже станке уже заготовка было я думаю что там уже почти готова шайба сейчас увидим а там сколько 37 а сколько в старой 38 учену так ну наверное знаешь сколько раз ее сколько шрусов под этой шайбой сломалась но будет она работать серёжа куда знаю буду работать смысле зачем и все она просто как как фрикционная шайба то есть она между двумя 100 люками понял повар этот цапфа цапфа с одной стороны надо кстати посмотреть не по-не по курю жила лица путь шайба спасла я думаю в детстве токарем тоже ты помнишь как я был токарем или нет на 16 к 20 легендарный станочек что это куда на запорожец точно запад мне кажется ты меня обманываешь нормально с запасом прочности но там место есть но она как фрикционная между шрусом и спорная она как подшипник работа скольжение золотая шайба у нас там золотые суппорта есть красиво закалил охладил а нет стакан у тебя такой интересный что все фаски снял зазора нет да огонь свободного то но тушили свободного то дата то еще свободнее снял 38 так я думаю сделать 37 на такие случаи она 35 ну думаю да готова спасибо спас другого молотка нету тебе скажи фолловерам привет серёга всем привет серёга сейчас мы быстро все починим он сказал смотри есть молоток от браху молотки не попадает 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 пока не достает все хорошо держится да это я забивал к сарикой теоретики все хорошо держится да это я забивал к сарикой теоретики надо нет но есть шарик борода чаши шаролики кролики а трещина шел болок на трещина ци пазы для для шайбы ты не вывел сейчас выйдет значит уже пришло близок победить молоток у тебя серьезных машине таки есть но я забываю серёга надо это отсюда просто его давай чем-то острым начали выбиваться чем-то острым вот так под ковырнем вытащишь да не балуйся хорошо когда станок есть так тут где-то новый подшипничек наш подшипничек новый 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 с накладной кульки все по-серьезному фирма крутая очень подшипниками занимается далеко правда и доставки нету пришлось вчера съездить взять взять макабулятор самый дешевый тысяча гривен не снимай меня тихо тебя не видно я это я запчасть снимаю не бойся тебя не видно только слышно твой ангельский голосок и все ты же помнишь жесткий токарь самый жесткий на свете ровно ну и серёга сильно не торцует там же чтобы размер не ушел а что и тут мусор ну смотри оно бьет с двух сторон там и там и там как оно может бить это же деталь заводская заводская оригинальная ты хитрый сразу слышишь вытри вот эту пыль что налетела вот тут пыль сможешь снять шкурочкой ну чтоб чистая было чтобы деталь новая была машина быстро ехала ты видел какая машина дорогая да это она на очень больших вот так ровнее вроде да не отмывает зеркало не получится да я тебя на ю тубе увековечиваю что ты начинаешь не надо меня youtube так день на пенсии будешь смотреть и радоваться не надо надо якорь для корабля так спокойно серёга там хорош хорош я снимаю я снимаю твои руки свет включая вынял рассказываю говорю первый раз разбирал собирал когда ну там смотрю к это обойма думаю наверное так все должно быть и не было подшипника вообще в наличии потом уже выяснилось что он там должен быть немножко износился вы думаете что он внутри имеет жарчины больше чем да много да она почти не намокала никогда владимир семёнович и виктор стой все тут висят да все как новое сейчас будет говорю высоцкий у тебя и стой все на месте следят как ты работаешь чтоб брак не делал с комсомольской правды и та и та серёга говорится комсомольской правды вот там девять там восемьдесят девятый девяностый а стой просто без календаря тоже был календарь так еще вот тут надо будет сейчас приводим все в порядок чтобы было красиво при сборке не мучаться запрессовка подшипничка в серьезном оборудовании да не просто молотком можно что же да но не нужно можно молотком не надо да давай так мне так больше как-то нравится так же лучше однозначно слик поправим здесь немножко напильник нашу будет огонь подшипник ну да он запад лицу должен там же там где-то упор есть у него на давай еще тут пазы под под это и все такой же только с ручкой заходик сейчас поправим и все проворачиваешь пиндель зачем тебе нагрузки такие давай я замутаю на наши огонь о красавчик так подожди давай сразу посадим на стопор и все не вымется да на села стоп кал стопор искал блин вчера полдня блин у сурового найти удалось только идет технологии технологии подожди запоминаю как вдруг вдруг где-то в австралии если самому придется чтоб как она делается то не идет на стопор не попал серега ну стой давай пошел пошел загнулся короче думаешь продавил продавилась что стали на место его стопор запал увидим если с ней да нормально до села все собрано но покрути как работает не все механизм жизнеспособен сейчас едим собирать спасибо друг я знал что ты спасешь меня не рабочее время долетел я всемирно известный зеленый у вас на месте мой тоже на месте что тут ничего не стырили больше коробка передач есть двери есть время что-то пропадает тут места глухие старую крестовину не унесли пока рамка тоже не нужно стеклоподъемник я имею ввиду так ребят нету сейчас должен подъехать пилот зеленого боливара и небо красивая блин фотография будет хорошая так ну и сейчас посмотрим или уже на утро перенесем или сегодня завершим еще кусок работы по очистке от обломков суппорт не украли тоже слава богу что еще хотел рассказать ну все до феста официальное начало типа завтра но основной день конечно пятница суббота два дня основного движения сейчас мы будем от остатки шруса кто не видел развалило его да он там еще шарики развалило полностью видите какая грязь такая глинистый бетон такой держится сколько дней я со шланга еще поливал мыл это если ничего не трогал тут вообще ничего видно не было после сразу после гонки поливал смывал ну-ка как получилось уже там было ограничено ограничены возможности так ну ждем ветер сейчас что-то подумаем что делать дальше по каждую ветер нашел прошлогодние забавы егора и бородача бородач покупал пузыри и запускали они на заправке есть видео дед мороз пришел раньше называется не не помню как называется но бородач с десятилетним ребенком запускали шарики долежала в дверях смотрите целый год не украли слава богу так друзья приехал витя я внутри подшипники вам показать как они выглядят ну выглядит вот так можете себе представить ну это же не не за один год я там как-то менял в общем как-то ехала еще но купил новое уже полезли в эту сторону сейчас поменяем потом и со второй стороны соберем уже шум было эта сторона хоть более-менее приличном виде еще тормозной диск надо будет купить что-то я вроде не помню или один покупал менял что-то там совсем была критичная ситуация но не помню уже в общем или так стирается быстро витя играет дальнобойщика сегодня кому что перевести подвести можно обращаться кстати для фолловеров витя сделает скидку фирма серьезная поехал на заправку так в общем смотрите я все все вытер обезжирил можно сказать идеально чистыми тряпками сальник новый забили все-таки старый был уставший сталь новый красота так что нам осталось осталось вот сюда пыльник одеть который на поворотный кулак все чистенько конечно полирнуть ну сейчас нам не до этого скажем так отходил он лет пять пять четыре в общем 5 наверно да такие вот сальники не 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 оригинал ну работают они по крайней мере прошлый раз ставили такие же отъездили слава богу нормально так ставим поворотный кулак со шкварнями дальше уже там все знакомо легко и несложно то что делали много раз когда ломается шрус давайте покажу вам кулак смотрите внутри сколько тут шрусов сломалась можете себе представить очень много да это короткая сторона тут очень много сломалась заусеницу еще щас уберем в общем принципе основная неисправность ликвидирована ну и там по проводочке сейчас мы еще завтра доделаем чтобы уже завтра быть полностью готовыми в пятницу постараться пораньше выехать не как обычно ночью последний раз я вроде рано выехал но пока заехал бородачу потом пока бородач собрался потом мы юру еще чинили по дороге короче на фест попали мы поздновато почти в темноте надеюсь завтра будет пораньше не завтра послезавтра имею ввиду что ну уже завтра первые заезжают люди начало тип типа завтра но основные дни же говорю еще раз пятница суббота ну так все хорошо колеса медленно спускают ну не критично еще раз покажу как серега цапку сделал все тут поубирал все многолетние износы сальничек я уже отдел в общем должно быть хорошо так ну наверное на сегодня все пойду вам это все показывать это и там еще старое видео интересную так 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 что у нас тут еще происходит ну да все осталось принципе только собрать тут чуть чуть не знаю какой стороной вот эти сальники поворотного кулака какой стороной но завтра разберемся ну так примерно догадываюсь но не уверен так что еще все запчасти все есть полуось сборе конечно знаете колесо так не ощущается вот на машине но уже глаз привык просто она огромная ну когда вот его катишь бокс и она просто думаешь как вот это несчастная полуоська шрус диаметром 335 миллиметров всего ручка гранаты вот колесо с фуры вот мое даже под углом она все равно намного больше в два раза шире да в общем витя не успевает много работы не успевает у вас как поставил надо раздатку может у кого-то есть уазовская раздатка живая хорошая что-то собирались трех одну ну как-то не очень удачно получилось так ну что все пока на сегодня завтра закончим и я вам все покажу может и онлайн включим покажем чтоб было все в реальном времени подписывайтесь делитесь завтра мега у вас будет на ходу послезавтра едем на фест всем пока